Приветствую всех! Сейчас мы находимся на автостраде в эстакаде, которая идет рядом с районом Теплый Стан. Здесь вот построили новый торговый центр «Беллион». Пока еще не открылся, но реклама уже вошла. Вот это гостиница «Салют». Там, соответственно, налево Тропарева. Деревня Тропарева здесь с нами была. Вот можете увидеть, что вот эта церковь была в иронии судьбы или с легким паром. В те времена здесь, конечно, ничего этого не было. Здесь новостройки, здесь была деревня. Вот. А, собственно, сейчас мы находимся здесь на пересечении этих эстакад. Идет дождь, нужно сказать. Сегодня 2 февраля. 020-02-2020. То есть 020-02-2020. Полиндром такой. Редко бывает. Непонятная погода, дождь и снег. Не самое приятное здесь место гулять. Как бы я просто решил пройтись, чтобы время рассредоточить. Но, тем не менее, пройти можно. Тут вот такое бутылочное горлышко. Аккуратно пройти. Нет, дождь идет восток. Нет, дождь идет восток. Нет, дождь идет восток. Очень-то салют, как я сказал, что она такая знаменитая. Вот здесь район Тропарева, Никулино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А так, если прямо идти, то можно до центра доехать, это, получается, Мюнградский проспект. Кто-то решил перебежать через дорогу, нежели переходить. А так, если мы переходим. В комментариях, какая вам зима больше всего нравится, снежная, бесснежная. Холодная, теплая. Мне, наверное, нравится зима. Такая снежная, чтобы было солнышко. Мороз и солнце, день чудесный, с одной стороны. С другой стороны, чтобы не было сильно холодно. Все-таки снег держался. Было все прямо в снегу. Можно даже снегопад. Ну, чтобы не было коллапсов, конечно, неприятно. Я так помню, как на экзамен однажды по истории с одногруппником уходили с общежития, а экзамен в 10 часов. А мы вышли, по-моему, в 8 за 2 часа. В общем, пораньше. Смотрим, коллапс. Все из-за снега. Все автобусы остановились. Никак не пройти столько снега, что даже автобусы просто не подъезжают к остановкам, потому что там все заметено. Ну, и пришлось волевым решением взять и пойти через Тропаревский лесопарк. Вот. Мы тогда еще шутили, что сейчас зайдем в этот лесопарк и окажемся в Кампьеновском лесу. А у нас был как раз-таки экзамен по истории международных отношений во времена... Ну, с Первой мировой войны до Второй. Кампьенский лес. Там перемирие. Вагончик там тот знаменитый. Там, где Германия подписала капитуляцию. И так все было снежное. Я думаю, вот. Прям, как, наверное, в Кампьеновском лесу. Ну, и вышли в итоге. Как-то даже доехали до проспекта Вернадского. Потом сели на... Ну, доехали, соответственно, от Тропарева до Вернадского. Насколько я помню. То есть, спешком мы туда по ревушке. Через лесопарк. А потом уже от проспекта Вернадского на какую-то... на какую-то маршрутку. Тогда еще маршруты были. То есть, что-то еще не было этих голубеньких. Это был 2015, не 2016 год. Вот. И, значит, в итоге успели. Все хорошо. Я вот даже не помню, что мне попалось. Какой вопрос. Если так. По-моему, основные положения... Основные положения Тегеранской конференции 43-го года. И первый... А, да. Первый помню. Япония. Япония... 30-е годы. Япония в 30-е годы, да. То есть, как она развязывала войну. По сути, предтечь Второй мировой войны была в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот. Даже помню до сих пор. Но все-таки это тогда был такой важный период. История, писаные экзамены у нас были. Вот. Все дела. Так что мы и прошли вот эту вот всю территорию. Да, вроде все хорошо я сдал тогда. Что-нибудь запомнилось. Это время. И время радости, друзей. А как я считал тогда. Только если никуда не делась, но... Если по-другому на все смотрится. Лайки. Спасибо за просмотр! Вот, а это так дальше уже ехать, это, соответственно, там улица будет Миклуха Маклая, Отправительного, то есть, я называла Отправительного, РГМ там же рядом. Вот, а потом уже, соответственно, там будет приоритет Рио, ну и дальше уже, по сути, корда такая, входящая, по сути, диаметр, я бы сказал, да. И можно доехать здесь, на 144-м, до Китай-города, через центр Москвы, через, знаете, через Кашмогорск, конечно, через, рядом с Монезной площадью, вот, вход в Кремль. Да, спокойно, и, и, конечно, там на, это, чуть-чуть туда. А раньше он, когда не было еще, вот, на, слушай, чуть-чуть в водах, на Китай-городе, раньше, когда на Китай-городе не делали вот этот вот пункт такой, хаб транспортный, он поворачивал рядом с, автобус поворачивал там рядом, по-моему, ну, в общем, где было зарядье. Зарядье он поворачивал и, собственно, ехал назад. А так, получается, ну, как бы без остановок. А здесь теперь, как бы, по остановкам, то есть, Китай-города до, вот, Теплого Стана, Теплый Стан, Китай-город. Поэтому я, когда жил на Теплого Стане, по сути, можно было выйти просто к автобусу и доехать до прошлой площади, просто так, на автобусе, на одной из этих пересадок. Да еще и экспрессом. Собственно, это какой? Это, по-моему, 144-й, да? Нет, это не 144-й, но вот он вот так здесь, где же останавливается. Да. Да, вот он, 144-й экспресс. Ну вот, собственно, тут мы и дошли, докуда я хотел. Вот, здесь ВДН недалеко. Тут дальше. Это вообще улица Самора-Машелла. Здесь детская больница. Вот она, да. Там дальше ВДН, собственно. Там дальше, если пройти, будет оранжевое линия метро. Коньково и... Коньково и Беляево, получается, да. Слева Беляево, справа Коньково. Вот. Я весь промок, но в принципе, все нормально. Ладненько, наверное, над этим мы и становимся. Было приятно с вами повидаться. До скорых встреч. Продолжение следует...